Нам надо поставить задачу, что-то типа небольшого курса математики, физики. То есть одна из задач, достаточно быстро, чтобы эти фреймворки обсуждать, иметь какой-то, не знаю, праймер. Кругозор современной термодинамики в объеме, который позволяет обсуждать вот эти все новые теории. То есть там это не так много, потому что туда входит небольшой кусок статистической физики и небольшой кусок термодинамики. То есть буквально, мне кажется, что там 20 страниц текста, но без этих 20 страниц текста, мне кажется, будет не разобраться. Ну просто будет сложнее, да, потому что сейчас очень приходится договорить. С того места, где вот эти 20 страниц текста должны заканчиваться. Потому что когда они говорят, что энергия это то, что кладется вот из этой формулы, вот этот член, и мы туда просто совершенно другое запихиваем содержание. Смотрите, там хорошо работает формула, неплохо бы понимать, откуда бралась начальная формула, куда они ее взяли. Потому что сейчас это выглядит для людей, которые забыли, что это из ниоткуда. А в теории информации еще оказывается термодинамика в значительных количествах. И там то же самое, там есть все эти понятия энтропии или энтропии. Я вот не знаю, у нас в университете все говорили энтропия, а не энтропия. Я вот переехал в бывший в Варшавский императорский, да, там довольно много народу. Вот, а в Москве все энтропия, говорят. Кулинария, кулинария. Да, бам. Ну, сейчас это не так принципиально. В наше время можно, опять же, как угодно говорить, чтобы тебя понимали. Ну, пандемия, эпидемия, да, пандемия, эпидемия. Это для меня примерно вот так. Так же звучит. То есть, я думаю, что сильно зависит от сообщества людей, как принято. Ну, я всегда говорю энтропия. Вот, да, мы сегодня думали обсудить с Антоном там вопросы, что у нас там, как бы, что. В общем, начать готовиться к следующему курсу, по это, понимаю, по самотостатике или самотодинамике, что уж это будет с кусочками вот этой телесной собранности, и обсудить вот те вопросы, то есть собранности, которые там, конкретно управление вниманием вот при работе с телом и вот всякие конкретно темы, которые мы там обсуждали, хотели бы обсудить, наверное, с Антоном, куда посмотреть, копать. Да, это вопросы вот эти вот как раз, ну, как справиться с непроизвольными реакциями в организме, да, в ответ на изменения, то есть мы изменения, организованные произвольно, то есть обмикаем, появляются какие-то неожиданные реакции, и вот в этот момент управление вниманием теряется, и что-то начинается, начинается какое-то хаотическое переключение, и вообще непонятно все, непонятно, что происходит. Ну, не терапевтические способы, а инженерные способы работы с субъективным опытом. Ну, постановка этого под контроль, да, как это есть. Я бы какие-нибудь слова уже использовал, не терапевтические, например, есть телесная терапия, всякое такое, да, а есть вот body control, то, что используют спортсмены. То есть контроль тела. Причем я замечу, что тут именно слово control, управление, да, не менеджмент, да, body control, и я бы поставил mind control. Да, ну, потому что это... Mind control, это вот прямо вот body control и mind control, и прямо парой вводил, что это абсолютно одинаково, потому что у нас что body, что mind, а далее я бы... Ключевой объект, внимание просто разный. Да, а далее я бы переводил, переводил там, где body control, я бы переводил exo-body controls. Ну, я бы два понятия оставлял, и body control, да, и exo-body. Ну, extended можно. Потому что... Ну, да, extended body control. Extended body или... Да, то есть body плюс exo-body, да, и mind control, extended mind control. Да. И там внутри обязательно в extended mind мы включаем mind и exo-cortex. Cortex и exo-cortex. Неo-cortex и exo-cortex обычно. Ну, да. И мне кажется, что вот в этой линии исследований очень правильно прямо параллель проводить. Почему? Я вот тоже долго думал, а как же нам не терапевтическую штуку. Потому что NLP мне не нравится тем, что они рассматривают себя как учение, да. И они говорят о том, что они изучают human excellence. Во-первых, human excellence, это не очень понятно, но они говорят, да, это человеческий опыт, по-русски пишется там, человеческое совершенство. А мне кажется, что тут нужно какое-то техническое слово. И вот слово control, вот это вот, да, mind control, это вот то, что нам надо. При этом именно mind control, что у нас с нашим рациональным мышлением что-то в порядке, вот, а то, что его сшибает, ну да, там. Вот это к доктору, то есть mind control, что мы не знаем, что вокруг творится, но разум мы сохраняем. Вот такие слова. Более того, нас волнует как раз не просто сохраняемость, а нас волнует все то же, что для body control. Нас волнует гибкость, нас волнуют амплитуды, да. И я бы вот все те же самые слова попробовал перенести, как люди говорят про body control, то, что требуется несколько лет для того, чтобы это все приобрелось. Ну, как обычно, да. Да, то есть вот body control вот так же примерно, как на танцоров смотрят и говорят, что, как это, черт с ним, с музыкальностью, с художественностью, с выразительностью, но посмотри, какой body control, да. Ну да. Вот это то же самое. Изоляции, вот мне кажется, что перенос языка вот этого телесного mind будет очень продуктивным. И главное, что, повторюсь, два тезиса. Первое, это не исследование. Да, это не исследование. А это чисто инженерный заход, управление, да. Такой менеджерский, управляющий. Да. Но инженерный все равно. И это мне важно. И второе, мне важно то, что не терапия. Смотрите, я вроде бы управляю, но не подлечиваю. То есть я не восстанавливаю body control, да. Угу. Ну то есть нет вот такого, что вот у меня ущербный body control. А я говорю, ну как бы он плохой. Дорабатывает. Я же не говорю, что он больной, да. Да. Ну да, пришел человек ущербный рукой. Недостаточно качественный просто, может быть, недостаточно качественный. Ну недостаточно качественный. Вот смотрите, он стоит скрюченный, он рукой машет, у него до пяток все трясется. Мы же его больным не называем в этот момент. У танцоров он не больной. А у психологов он немедленно больной, потому что, смотрите, он с умом своим справиться не может, там, внимания не держит. Но мы же не так относимся. Мы понимаем, что так же, как у спортсменов, ну у спортсменов то же самое, body control, да. Мы говорим, что, ну сейчас научим. Ну как это, научим, а не вылечим. Да. Я вот про это. Мне очень не нравится, что приходят люди, и через них там... Анатолий, нет, да, мы уже это обсуждали, что мы будем все-таки вот по линии вот этих семей фреймворков, и мне пока нравится название общее для этой штуки, которое обеспечивает тот самый контрол, модель объяснения вот этого субъективного переживаемого опыта. То есть это вот... Если выбрать модель и объяснение субъективного переживаемого опыта, это именно теория, да? Да. Ну... Именно теория. А меня волнует сейчас то, чтобы мы назвали инженерную дисциплину как-то. Ну, смотрите, учим-то мы как бы практики, и практика это mind control. И далее, из этой mind control, понятно, что в собранности там кроме mind control довольно-таки много всего, наверное, должно быть. Потому что в собранности и body control должен быть, и mind control, и образ жизни какой-то, и еще что-нибудь. Это self-collectedness, ну, если уж тогда на английском. Ну да, self-collectedness. И она включает body control and mind control. Да. Я думаю, что они дисциплины. Practice. Practice, окей, да. Да, practice. А там внутри дисциплина, и как раз вот, как ни странно, тело, экзотело. Центр-кастинг может быть как одно из средств увеличения собранности за счет технических, вот, mind control за счет того, что я записываю, и поэтому я не теряю объектов, за которыми слежу, да, не потому что я не эмоциональный, а я вот, смотрите, все записал, я там бушую внутри себя. Да, но вообще говоря, это нормальные реакции, живые люди, ну, бушую, но мысль-то не теряю. Да, да, да. И вот эти вот технические средства, все вот это вот сюда идет, то, что у нас в практике есть и дисциплина, то есть теория объяснения модели, и технология, которая представлена техническими средствами. И, извините, мозгом, в котором реально отрастают некоторые части, то есть мозг пластичен, и там некоторое время, там, три месяца надо, чтобы мозгу какие-нибудь, там, синапсы проложили свои пути, да, вот, а три месяца надо дать. И то же самое для тела, чтобы какие-нибудь хрящи стали мягкими, отросли. Ну, мы примерно с таким и работаем, то есть налаживаем body control и mind control в месячные периоды, ну, там, от месяца. В результате имеем вот ту самую self-collectedness. Поэтому в курсе self-collectedness, в отличие от многих других курсов, раз уж мы пошли по вот этой линии body control и mind control, и мы понимаем, что там биологические какие-то части есть, которые надо там отращивать буквально, да, да, и что это месяцы, да, то тут же можно уже давать некоторые прогнозы, как этот курс должен быть устроен. Он должен быть устроен вот по типу того, как системный фитнес у нас занятия были, там, несколько форм, регулярные занятия, девочки вот помидорки пытаются делать какие-то. Я думаю, что тут примерно так же есть изложение дисциплины, и далее вот с Антоном Климатом мы обсуждали, он все время удивлялся, а какое же слово использовать, если слово практика для занятий нельзя. Я пояснение давал, что, обрати внимание, что практика, например, для танцоров и для всех остальных, это, когда я практикую танцы, это я на вечеринке хожу или там на сцене выступаю. А если я танцую, но не на вечеринках, а только как бы занимаюсь танцами, да, вот именно занимаюсь, то это не называется практиковать танцы, это называется тренироваться. Заниматься. Заниматься, как угодно. Потому что я понимаю, что когда я практикую карате, то это означает, что я бьюсь с народом в боях. Ну да, да. А если я хожу на занятия, то это называется тренировки. Потому что для него практика, это, конечно же, ты можешь не использовать, но ко мне ходи. Я считаю, что мы ни в коем случае не должны забывать, что все эти тренировки, они для чего-то, и времени эксплуатации, к сожалению, нет, когда вот мы начинаем говорить на вот этом языке практики. Да, ну нет. Ну почему? Вот должно быть время эксплуатации, и мы должны говорить о тренировке, тренировке собранности. Тут такой момент. Это тренируемая штука, но она получается тренируемая все-таки в комплексе. Я все думала об этом, когда я тут пробовала расписывать вот эти какие там вообще потоки, например, задействуются в моменте. И я думала, что, ну, в общем, у нас получается, что управление вниманием, то, как мы рассматриваем, та самая собранность, это такая, по сути, организационная штука, которая организовывает какое-то выполнение, содержательное выполнение практик каких-то других стеков. Ровно в той мере организует какой-либо более-менее низкий элемент стека, там, теория понятий, организует все, что выше. Просто, да, нет, и да, и нет, просто на теории, мы помните, мы обсуждали, что вот каждый раз мы говорили про вопрос управления вниманием в чем, да, в чем, конкретно в чем. Да, ну, то же самое, и антология у нас должна быть в чем. Она всегда имеет предмет, кроме того, что есть сам предмет антологии. Просто я хотел бы, чтобы это было общее размышление, не то, что вот у нас, смотрите, собранность прямо там, такой отдельный предмет, который вообще уникален. Нет, нет. Нет, он такой же, как любой другой, но мы должны учитывать, что поскольку постановка вот этой собранности занимает некоторое время, а дальше, а дальше есть, пользуйтесь, она есть, вы натренировали, пользуйтесь. Кстати, Климат очень любит вот это делать, он же говорит, это конечное дело, весь этот системный фитнес, ты тело под контроль поставил, ну, пользуйся, все. Ну, да, да. А дальше? А дальше не надо, ну, поддержание занимает, там, не знаю, 5 минут в день. Это же говорят люди, которые про иностранные языки говорят. Ну, ты год учишь, а дальше? Дальше все, учить не надо, пользуйся. Ну, да, пользуйся, ну. И собранность то же самое у нас должно быть, период тренировки, а далее, ну, пользуйся. Не, естественно, естественно, просто к тому, что может быть сложность, или мне, может быть, просто мне пока сложно это обсуждать, обсуждать, ну, ладно. Ну, потому что мы не обсуждаем еще рядом, например, через некоторое время мы будем обсуждать психические методы работы с воображением. Ну, тут народ уже пишет, очень смешно у меня сегодня в чате, что задали вопрос, а почему я говорю дешевле грибов, откуда сравнение с грибами? Я очень удивился, привел запись из словаря, потому что, ну, дешевле грибов, дешевле паренной репы, это, в общем, русский язык. Выяснилось, что люди, это язык, как бы, не современный для них это язык. То есть это выражение, оказывается, уже у слов про грибы. Грибы считаются дорогим, изысканным продуктом. Вот, а кто-то рядом написал, что, ну, как же, говорит, грибочки – это самый дешевый способ стимуляции мышления. Ну, учитывая то, что у нас в понятизации там поэт, как вы помните. Да-да-да, я помню это. То есть для генерации видений, поскольку у индейцев сложно с видениями, они там чаще слышат, у них там… Ну, это такое, нет, организация… У европейцев легко с визуализацией, у индейцев плохо, да? Да. И то же самое, грибочки, ЛСД, вот это вот как раз. Очень смешно. У нас только легальное расширение сознания при помощи экзокортекса. Ну, да, кстати, там какая-то уже европейская страна мореплану разрешила. Но я не думаю, что мы вот это расширение сознания, методы творческого ображения пойдем по вот этому химическому пути, да? Но мы же должны точно так же будем делать курсы по понятизации. Да, естественно. Потому что назвать, почувствовать новое, назвать его, ну, как бы там сформулировать понятие, нам придется делать какой-то курс. И прототипом тут является курс творческого воображения в ТРИЗе. Потому что у них реально, они развивают творческое воображение, они считают, что это вот первое развиваемое, второе надо. И мы точно так же, мы говорим, у нас творческое воображение, только оно как бы мы понятизацию называем с ролью поэта. А вот у нас собранность, мы выпускаем вот этого киборга, у которого body control и mind control. Причем мне даже коннотация киборг, вот что, как это, роботически управляемое, да? Потому что содержание человеческое, но вот на этом уровне, как это, жестко работает, как машинка. Вот мне это очень нравится, я считаю, что это хорошее такое терминологическое уточнение, и что это именно, как это, не уговоры там какие-нибудь, а именно control. Да-да-да. Control это, я обычно control перевожу, оно близко к взять за шкирку и повести, вот именно за шкирку, контролировать. Угу, ну да, ну, это вообще имеет значение управление, вообще говоря. Я отпускаю, прям контролирую. Угу, вот. Я тут как-то тоже, я пробовала порассуждать, размышлять, что там вообще, например, может с управлением внимания в моменте идти, то есть когда управление внимания в моменте, да, это собранность. То есть, например, даже пока без, ну, то есть самое общее, то есть я там не разделяла между использованием extended mind или там extended cognition или и не extended cognition, просто. Ну, то есть получается, что если мы хотим получше как-то это все делать, вот, получше как-то там деятельности восправляться, то нам, получается, управление вниманием нужно одновременно, как мы говорили, там, держать вот этот поток данных, да, поток данных от основной деятельности. То, что вот в физическом мире происходит, снимать его при помощи всех доступных нам технологий и встроенного этого биокомпьютера. Потом, получается, нам нужно еще как-то удерживать также модель какой-то вот этой основной деятельности, то есть, соответственно, мы знаем, как и что нужно делать, я не знаю, там, например, там, разговоре, да, мы знаем, как удерживать этот модель разговора, модель собеседника и так далее. Да, и динамически обновлять. И мы можем сопоставить вот эти данные от физического мира с вот этими данными от, ну, то есть, с тем, что должно быть в модели. Ну, да, при этом я только заметил бы, что не только биокомпьютер, мы прямо о гиборге, почему? Вот когда я веду машину, я и на спидометр поглядываю, да? Да, 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 естественно. Да, потому что там же куча приборов еще, и я, когда оцениваю среду, я не просто там за средой слежу, я слежу в том числе и через приборы. Да, да, естественно. Ну, я наоборот как раз хотела подчеркнуть, что здесь я не делала развлечения между только естественным интеллектом пользоваться или еще искусственным подключать. Нет, это общая модель. Да, это общая, гибордическая модель. Мы рассматриваем, как это, Extended Human. Да, вот. Ну, в целом... Я, может быть, как бы для тех, кому тяжело воспринимать вот этот сайборг, да, сайбернетик организм, по линии Extended Mind, да, Extended Body и там по линии Extended Human. Ну, а что мешает? Вот, получается, ну, как правило, вот этих, по идее, если особых проблем, ну, плюс отдельный еще поток на какое-то, ну, на окружение, да. Правило, например, то есть его даже... И отдельный поток на... отдельный поток контроля замечен. Да, вот я как раз сейчас к этому... вот этот оргпоток, вот этот, он у меня про контроль как раз, вот этот. А я лучше не орг бы, я рекомендовал не называть его орг. Контроль? Потому что организационный, это, там, кто имеет право распоряжаться, да? Угу. Ну, да, у меня здесь было то, что мы присматриваем одновременно, вот, ну, основная деятельность есть, вот это... Собственно, это поток, поток сознания. Это как бы, вот, как раз при... контроль контроля. Да-да-да. Вот, и он просто отвечает за переключение. Ну, и дальше, по идее, у нас, по идее, еще как-то, опять же, где-то там, вот, я не знаю, как просто, я его выделила, ну, по идее, это фактически какая-то, может быть, часть окружения тела отдельно, потому что, ну, в деятельности, то есть мы присматриваем, по идее, у нас должен как-то появляться отдельный большой объект внимания типа тела, и мы вообще должны понимать, что если чего-то там ломается в деятельности, то нужно будет, в какой-то момент, может быть, нужно будет обратиться к нему. Ну, то есть как, допустим, все идет в порядке, то есть если все в порядке, мы удерживаем, допустим, поток вот этой данных от основной деятельности, модели этой основной деятельности или с мета какими-то там, да, и окружение. Вроде все в порядке, значит, этого нам хватает. Как бы контроль, а там не дергается. Если что-то не в порядке, получается, что у нас должна быть там какая-то проверка. Что-то не в порядке, по идее, сначала идет сверка вот моделей соответствия, насколько данные соответствуют модели, да, может быть, что-то там, что-то там, какое-то несоответствие там пошло. Если все... Несоответствие — это как раз противоречие. Модель говорит так что-то, восприятие говорит что-то, они там противоречат друг другу. Да, они противоречат... Тут все хорошо, только не тело, вот тут расширенное тело. Дело в том, что мы тут не сможем далеко продвинуться, потому что как раз в этом месте начинаются все эти термодинамические фреймворки, которые проводят границу где-то. Да, да. Между нами и средой, вводят понятие ниши. Ну, да. И там может очень интересно быть там окружение, слэш, ниша, да? Да, да. То есть, не, как это, не все. И там та же системная терминология, только немножечко в профиле. Я ожидаю, что люди в какой-то момент там прочтут системную терминологию, мы прочтем их терминологию и сделаем что-нибудь промежуточное, чтобы один раз выучить эти понятия, да? Ну, да, один раз. Как синонимы, ну и переводить. Да. Вот. И по идее, как только вот у нас, ну там, несоответствие, первая проверка идет вот моделей данных, да, для заполнения этой модели, если это что-то может быть поправлено, допустим, сразу, без каких-то доп. ресурсов, то, в общем, это как-то правится. Дальше, если нет, то вот какие-то дальше, по идее, вот как раз контроль, вот этот поток, который отвечает за контроль, да, он должен, опять же, вот здесь появляется, опять же, понятие тех же ресурсов. Нам как-то, то есть, в том числе там должен быть какой-то выбор, что с этим дальше делать, то есть, например, может быть, пойти посмотреть. Ну, вот это же, Active Inference, ровно же вот это обсуждает. Да, да, да. Поэтому нам надо как бы вот на том языке как-то описывать это и смотреть, как гармонизировать с нашим обычным языком, потому что сейчас такое впечатление, что изобретается некоторый язык, промежуточный между тамошним языком, между бытовым языком и как бы обычным системным языком, что если бы мы были системой, вот и говорили на системном языке, то вот так бы описывали, да? Ну да. Ну, просто понятно, просто, опять же, сложно, потому что я потихоньку сейчас, опять же, эти все статьи изучаю, но это, ну это медленно, долго, да, вот это все гармонизация. Просто оно и надо сделать перерыв на пару недель для чтения. Я думаю, да, я на самом деле хотела это предложить. Давайте мы следующее заседание не будем делать вот так вовремя, да? Да. А давайте мы реально уйдем на каникулы, и на каникулах будем читать, и там мышление письмом будем писать, то есть лаборатория переходит на письменный режим. Да. То есть я предлагаю перейти там на письменный просто режим, и после тогда Нового года мы бы встретились, поскольку, ну что, еще и дедлайны я знаю многих, так бы, все равно все начнет происходить в последние дни. Конечно. Тут выпуск курсов сейчас будет, много чего интересного. А я предлагаю встретиться тогда где-то с середины января и уже начинать обсуждать вот эту вот общую гармонизацию. Да. Потому что гармонизировать нам надо плюс системное мышление. Все, что мы говорили в прошлый раз, но вот язык-то наш, это системное мышление. И почему я предлагаю обсуждать не столько гармонизацию вот тех фреймворков, а переносить в наше системное мышление. Мне кажется, что это, я предлагаю не потому, что наши фреймворки ближе к телу, да. Мне просто кажется, что количество инженеров в мире, которые как-то в системном языке говорят, в разы, разы, разы превышает количество вот этих ребят, которые занимаются отдельными разразненными теориями. Типа там Грациана. Да, да, да. И тут смысл же в том, что у них всех очень научный достаточно, ну там язык вот этот. Теория, да. А у нас... Мы бы вот эти понятия теории, мы бы болтами прикрутили к инженерному пониманию. И давали бы в наших текстах, мы бы давали как... еще вот такие синонимы, да. Да. Граница системы, слэш, граница Маркова. Если мы понимаем, что это примерно то же самое, если мы договорились, что да, они имеют в виду ровно вот это, а очень похоже. Мы говорили, вот глянь там, Марков Бланкет. Да, так было бы просто гораздо легче, потому что я сейчас на самом деле, когда пишу, я примерно то же самое и делаю. То есть, когда я там какой-то язык, я сразу же пишу какие-то через слэш там 10 понятий классика. 10 понятий. Вот это вот и надо будет сделать, но те понятия, которые мы в своей речи будем использовать, я предлагаю все-таки так же примерно, как в учебнике системного мышления, что много-много-много-много разных понятий. Ролевые части, функциональные части, да. Да. Потом давайте все-таки функциональные части, а не ролевые, да. Угу, угу. Вот. И функциональные части нормально. Продуктные разбиения, конструктивные разбиения. Ну, давайте, например, продуктные разбиения, как везде в мире говорят. Хотя конструктивные тоже. Ну, я вот в упражнениях пишу иногда намеренно. Сейчас вот пишу продуктные разбиения, без слова конструктивные, потому что в учебнике конструктивные, а в задачах будут продуктные. Чтобы люди понимали, что вот там слова меняются, но они же видели, что там и там где-то же помянуто. Будут искать слово продукт, находить его в ряду синонимов. И мне кажется, что за базу, это вот кроме контрол, это сегодня второе такое вот предложение. А в этой гармонизации и то, что вот мы начитываем, результатом должно быть вот это вот перевод, как это, синонимизация каких-то понятий с понятиями системного мышления в учебниках. Потому что у нас системное мышление, видите, достаточно быстрое. Там стоимостное разбиение мы дали. Я, кстати, выдал в учебнике, обратите внимание, не ресурсное разбиение, а стоимостное. Вот, Витя, у меня было длинное рассуждение, потому что там же есть разница между затратами, ресурсами, расходами и издержками. Да, да, да. Вот. И я долго думал, какое же там издержковое разбиение, да, потому что везде одно и то же. В какой-то момент я ввел перевод, и вот эти вот затраты, издержки, все, да, было очень смешно. Я в Google Translate ввел, и мне Google Translate выдал по-английски. Кост, запятая, кост, запятая, кост, запятая, кост. Я долго хохотал. Это весело, да. Потому что... Что ты имеешь в виду, как? Что входит в разбиение? Я что-то не очень понимаю. Ну, да, да. Затраты, издержки, ресурсы. Я долго смотрел, а дело в том, что... Так, я же ровно об этом. Более того, выяснилось, что в русском языке, оказывается, все эти затраты и издержки, все ссылаются на разные места нормативной документации в качестве высокого авторитета, да. И поэтому понятие затрат, издержек... Ну, в практике, в инженерии, на практике, у того, что имеется в виду, есть одно название – смета, да? Нет. Вот смета тоже нельзя, потому что смета – это только там, где у тебя есть нормативы. И смета – это именно работос. Других разбиений в инженерных действиях не происходит. Есть. А у продукта не смета. У продукта сводная заказная спецификация, разбиение цены. Вот. Более того, я долго смотрел, что же они имеют там в виду, ну, как табуировав термин, и я понял, что люди пытаются оценить полную стоимость на жизненном цикле. То есть они, когда что-то делают, они пытаются в системе определить... Что определяют в рамках какой-нибудь экономической модели, экономического, обычно, ТЭО, там, и просто разные методы. Более того, нет метода, о котором договорились, нет полного договоренного понятия полной стоимости, но консенсус по двум пунктам. Первое. Они должны таки определить стоимость, и по-русски это переводится наиболее адекватно, чтобы люди сразу понимали, о чем ты – стоимость. Но правильный термин – это вообще полная стоимость на жизненном цикле. То есть сколько стоит изготовить, плюс сколько стоит потом проэксплуатировать. Ну, консенсус – это название модели, а разбиение, о котором ты говоришь, оно там… Ну, стоимостное. Стоимостное разделение. Ну, я стоимостное так и предложил, потому что иначе мы рискуем погрузиться куда-то. Вот поэтому у нас стоимостное. И я бы заметил, что вот тут то же самое. Мы бы говорили, может быть, не о ресурсном, а мы говорили о стоимостном, потому что речь идет о стоимости вычислений, стоимости управления, стоимости подтянутого всего на жизненном цикле. Типа, дольше поучить, зато потом за пять минут полететь, да? Или все-таки учить не будем, но куда-нибудь долетим за первые два дня. Ну, имеется в виду боди-контрол. Вот при текущем майнд-контроле мы беремся за задачу. Или давай мы позанимаемся три дня тренингом майнд-контролом, а потом идем на какие-нибудь танцы. Ну, кстати, замечу, очень такая материальная задача. У нас она все время стоит и там задается вопрос, ну как же. Вот мы сначала всей этой системной динамикой занимаемся, нашей соматодинамикой, месяц. А потом быстро-быстро танцуем. Или мы потихоньку, медленно, начинаем хоть как-то танцевать неправильно, понимаем, зачем нужна эта динамика, по пять минут в день тренируем ее. Ну, да и сразу. И это вот ровно вот то самое разбиение, потому что стоимость изучения, это как бы стоимость проекта изучения чего-то. Проект постановки тела под контроль, проект постановки ума под контроль, то есть постановки собранности. Вот это затратный проект. И мы смотрим его стоимость. Причем стоимость нас интересует полная. Потому что может выяснится, что стоимость как бы дорогая поставить, а потом при эксплуатации там нулевая. Или как вот мне в этом плане, в экономическом очень нравится циталькастинг, как обсуждают. Есть поговорка ровно вот эта, что первые два года вы работаете на циталькастинг, а потом циталькастинг каким-то чудесным образом начинает работать на вас. И вот это вот, то что вот понятие инвестиций, это вот стоимостные штуки. Там какой-то, да, там, причем экспотенциальный там какой-то рост, то есть идет абсолютно, то есть ты идеи позволяет генерировать, по-моему. Ну там много чего. Там и идеи генерировать, и слеживать, что ты делаешь, слова находить. Главное, он позволяет использовать уже наработанные нейронные связи, которые ты там пять лет наработал, но забыл просто туда переключиться. Он тебе позволяет их найти, и у тебя возникает прям кусок готовых рассуждений, которые ты вставляешь в современный контекст. Они же тебе легко даются в этот момент. Ну да. Ну вот, но самое главное, что мы сейчас из ресурсного. Понятно, что в теории это все будет про ресурсы в том числе, мы никуда от этих слов не уйдем. Но вообще говоря, нас волнует больше не содержательно-ресурсное рассмотрение, а именно вот стоимостное. В принципе, да, наверное. При этом стоимостное, например, вот в алгоритмике стоимостное, но вот сложность алгоритмов, а как раз стоимость в шагах, которая обозначается то ли буквой О латинское от слова order, порядок, то ли буквой омикрон. Сейчас большая, в связи с омикроном, большая дискуссия прошла. Выяснилось, что прям нашли тех авторов, которые некоторые из них о латинское и прямо говорят, что это от ордбунг, порядок. Именно order, ордбунг, немецкое слово было. Там одни из первых исследователей были, а другие не это как бы омикрон. Греческая буква. Почему? Кнут выяснилось тут покопался. Потому что ему важно было отличить от других характеристик. Ктеты, Фи и типа и омикроз. Вот так. Ну что, я думаю, что мы сегодня обсудили вот два таких важных, три я бы сказал даже, значит, про стоимость нойс, про переход к контролу, и в том числе mind control. И мы сразу с всеми тусовками телесников и всеми тусовками. Вот мне mind control очень нравится, что это более светски выглядит, чем все эти просто тленческие вещи, а по сути, как бы примерно то же самое. Ну да, так в принципе есть. Опять же, если инженерный... То есть это не mindfulness и всякое такое, а именно mind control. То есть беру ум за ручку и несу куда надо. Вот это вот. И стоимость. И кроме того, мы пообсуждали, что мы приводим всю эту терминологию все равно по возможности к системной. На основании того, что системным языком все-таки будет пользоваться больше людей в проектах. И поэтому мы сможем компактифицировать мышление. То есть на этом языке мы спокойно все вот эти вот новые концепции спокойно будем рассуждать. Да, мы гармонизируем это благодаря этому. Да, и еще одно, что мы точно так же занимаемся вот этим вот собранностью, как, например, там постановкой творческого воображения в понятизации. То есть это самый низ стека. Потому что когда люди говорят, у меня ни одной мысли, это вызывает удивление. Что у тебя нейронного шума нет? Есть, его надо освобождать и не грибочками. И это как бы примерно так же. Это низ стека. Им надо, конечно, заниматься всеми этими практиками. Точно так же. И то, что организационная вещь, что мы сейчас читаем тексты, синонизируем все, как бы на лексическом уровне пока проходим. И выходим после каникул с обсуждением начитанного. Читаем, пишем обязательно. А, до этого пишем, да. До этого пишем, на всех языках, на которых сможем. Пишем и делимся, да. Вот. И обсуждаем. У нас следующее получается как раз 13 января. Да, давайте. Я думаю, что все уже приедут. Может, к этому моменту уже все выйдут. Каникулы уже закончатся к этому моменту. Поэтому с 13 января можно и начать обсуждать. Потому что действительно все время, все время чуть немножко не хватает. Тут как раз будет достаточно времени. Для того, чтобы это все прочитать, синхронизировать и начать гармонизировать и что-то предлагать. Я, собственно, хоть напишу наконец-таки, начну наконец-таки писать на английском. Да, это давно пора. Да. Ну, собственно... Я думаю... Да, мы вначале еще там что-то говорили, но оно там, видео есть. Да, есть видео. Мы чуть-чуть обсуждали вот эти... Мы начали обсуждать вопросы управления непроизвольными реакциями в организме, да, и потеря там. Да, но это у нас ушло через контрол. Да. А, все, вспомнил. Еще важно нам сделать праймер. Это надо как-то отдельно организационное решение. То и как. А про энергию, термодинамику... А, ну, кругозор вот это про современные термодинамики? Ну, кусочек, кусочек курса физики в части термодинамики, вот современных представлений, потому что вот без этого нам нельзя. То есть там стат физика и термодинамика. Теория информации. Теория информации. Даже не обязательно, но вот что формулы, откуда они приходят, потому что там же математика, каждая теория лезет в математику, и они начинают с того места, где вот этот праймер должен заканчиться. То есть мы должны закрыть от средней школы, потому что в школе-то физику изучают, и та же термодинамику изучают в школе, но вот от средней школы мы должны закрыть вот до начала вот этих разговоров, потому что они говорят, ну, вот формулу вот в эту поставь, а эта формула откуда ее? Напомнить надо. Ну да. Пристан, как говорит. Вот там, смотрите, в уравнениях же вот прям член вот этот приэнерджи. Прям вот энерджи. Ну и мы его, говорит, и ставим. Ну да. Он-то помнит, а остальные нет. Ну да, естественно, еще не пользовались этим. Да, это тоже важный момент. Вот этот кругозорный. Ну все. Да, на этом тогда до свидания. Я думаю, что... Спасибо, да. Нашу небольшую, меньше часа запись тоже можно выложить. И кто хочет, они присоединяются. Но тут я тогда для всех, кто дослушал до этого места, да, мы все-таки держим узкий круг и хотим, чтобы люди, ну, хоть что-то понимали. Да, чтобы они тоже так что-то читали. Либо вы вот в этот период что-то сами напишите и демонстрируете, что вы способны что-то написать. Ну, либо, извините, руками разводим и говорим, что вы, наверное, еще не готовы участвовать в работе лаборатории. Поскольку, если вы услышали этот текст, то вот мы тут сказали, что читаем тексты, пишем и делимся. Обсуждаем в комментах. И либо вы находитесь в числе тех людей, которые пишут и делятся, и обсуждаем в комментах. Ну, либо, там, через некоторое время вы предъявляете письменные тексты, и мы пускаем вас и в устное обсуждение о том. Потому что все остальные сумели свое написать в количестве перед этим. Да, и выдать, и предъявить. И выдать, и предъявить, да. Совершенно справедливо. То есть у нас не совсем устный круглок. У нас все-таки мышление о письмом, моделировании. Да, поэтому это важное требование. Это важное требование, да. То есть те, кто хочет в работу лаборатории, пожалуйста, какие-то свои мысли. Ну, как всегда, не надо пересказывать чужие, да. Какие-то свои мысли по поводу наших всех разговоров. Хотя я думаю, что на первых порах мы будем принимать и просто конспектирование наших разговоров. Ну, это уже. В смысле, это тоже будет приниматься. С учетом сложностей, да, это уже будет неплохо. Обсуждаемого материала. Но все равно, исследование все равно придется как-то читать и как-то знакомиться с ними. То есть даже если без подробного разбора, даже если просто конспектирование будет идти, даже того, что говорится здесь, а не самих исследований, то с исследованием все равно нужно будет познакомиться, иначе будет просто непонятно, что происходит, что обсуждают, что это. То есть у нас не учебная лаборатория, это другого характера мероприятие. Ну, все, на все вам тогда до свидания. Все, всем спасибо. До свидания. Всем спасибо.